Динамо Кадровая работа Известно лишь одно Количество легионеров уменьшится до пяти И все Если в предыдущие годы Еще во время сезона Нам объявлялось о переподписании игроков То сейчас ни одного такого случая не было В итоге в конце апреля Контракты закончатся у подавляющего числа хоккеистов Соглашение на будущий сезон Клуб имеет только с девятью игроками Вот эти фамилии И если в обороне и вратарской линии Имеется основообразующий костяк То с нападением ситуация аховая Но давайте по порядку Первым делом Динамо должно определиться с главным тренером Есть много суждений о качестве работы Нынешнего рулевого Андрея Ковалева Мы воздержимся от категоричных оценок Не провалился Ну и ничего сверхъестественного не сделал И это с командой в которой были Эллисоны С Чичу В следующем году обилие звезд в ростере команды ждать не приходится Поэтому Динамо нужен тренер Который в условиях минимальных кадровых ресурсов Может дать максимальный результат Прыгнуть выше головы Условно говоря Это про здесь и сейчас Но в то же время Этот человек должен уметь работать на перспективу Вы можете подобрать своих кандидатов Соответствующих этим характеристикам Но в новейшей истории белорусского хоккея Подобные умения демонстрировали Льюис, Перидонов и Кравченко Это наш шортлист Хотя понятно из некоторых высказываний Что будут искать заграничного коуча Который всегда кот в мешке Может получиться, а может и нет Опыт Льюиса и сборной успешен Но это незакон Теперь о вратарях Три равноценных галкипера Это много Об этом говорили даже сами наши вратари После сезона Практика недостаточная Игровой тонус теряется Если основываться на игре И статистике завершившегося чемпионата То следует продлить соглашение с Гласом Который намного дороже, вряд ли, стал И довериться Мельчакову Оба смотрелись презентабельней Лаланда Давно замечено, что в Динамо У Кевина, как говорится, не идет Поэтому изначально странным выглядело подписание Беларусо-канадца на столь длительный трехгодичный срок Одним благом для сборной это не объяснишь Ведь оно, это благо в том, чтобы галкипер имел позитивную практику весь год А на стороне у Кевина то лучше получается Однако эту оплошность уже вряд ли исправишь Разрыв контракта это неустойка Да и сам Кевин, чтобы перестраховаться Объявил через прессу о покупке в Минске квартиры Я здесь основательно и надолго сказал всем нам И прежде всего боссам Динамо Да и федерация, ослепленная вспышкой Лаланда на чемпионате мира Сделать этот логичный шаг по расставанию не позволит Оборона Оборона – это единственная линия, которая живет правильно Есть сочетание двух необходимых факторов Полезных и для Динамо, и для сборной Плотность конкуренции среди белорусских защитников И наличие мастеровитых оборонцев-легионеров Которые, во-первых, делают погоду в плане надежности игры Во-вторых, являются примером для наших Так что здесь ничего изобретать не нужно Просто взять и пролонгировать соглашения с имеющимися хоккеистами Многие из которых молоды и должны расти Корошка, Знахаренко, Лисовец, Шинкевич, Филичкин Вряд ли будут бюджетно затратны У Стиненко и Ногачев контракты имеют Крайчик и Бейлен тоже Вопрос по Гундерсону открыт Не лучший сезон, но потенциал велик Однако, так как регионерских вакансий мало И они нужнее в нападении Скорее всего, Райана мы в форме Динамо не увидим А сейчас о нападении У двух человек контракта на следующий год Кулакова и Матирухина Ситуация последнего схожа с Лоландовской Долгострочные соглашения И неудачная вторая половина сезона Тем более возраст и отсутствие полезности для сборной Вывод очевиден, но опять же нужно договариваться О возмещении контрактных обязательств Идем дальше Из легионерского пола переподписать многих не удастся Придется выбирать, но сохранить для преемственности кого-то нужно Элисон глухой номер Великолепный сезон, запросы по зарплате будут чрезмерно высоки Вески человек зависимый, скорее реализатор, чем создатель Поэтому стараться его оставить не стоит Щихура и Чичу Выбор стоит делать в пользу первого Джонатан слишком уже не молод А Динамо нужно обязательно состав делать более свежим Щихура же хороший центр и недорогой Остальные свободные деньги лучше потратить на Лингле Все-таки Беларусь И на новых варягов, которых нужно отыскать и открыть для КХЛ Взять просто того человека, который в свое время нашел Бейлина И попросить проделать то же самое Это путь медвещака, но он не ведет к очевидным провалам Сложный вопрос по Калюжному Он уже скрыто обозначил желание остаться еще на сезон и помочь сборной в квалификации А для этого нужен новый контракт И только Динамо может ему его предложить Возможно, его опыт еще и пригодится команде По остальным белорусам конкретизировать не будем Скажем лишь, что возрастные игроки уже не пуглисируют Хоккеистам среднего возраста необходима перезагрузка Вроде той, что случилось с Китаровым Молодежи нужно доверять больше И освежить ряды стоит Что касается наших легионеров, играющих в других клубах КХЛ То наше мнение, пока они востребованы там Выдергивать их в Динамо не стоит Минская команда должна развивать новых белорусских игроков Они есть и их можно найти в том же чемпионате Беларуси Если уж сплэвов все равно не получается Хоть и эту задачу по помощи белорусскому хоккею нужно выполнять Минская команда Беларуси